Обычные продукты меняют жизнь целых народов. На заре человеческой цивилизации люди перешли от охоты к земледелию. В рационе человека к мясу добавился хлеб. И это вызвало огромный скачок в развитии. Сегодня пищевая промышленность может превратить в еду всё, что угодно. Продукты даже стали печатать на специальных принтерах. Куда заведёт нас пищевой прогресс? Ещё в 20 веке учёные были уверены, наша планета может прокормить не больше определённого количества людей. Считалось, что как только население Земли перевалит за 5 миллиардов, начнутся голодные бунты. Никто и предположить не мог, каким оригинальным способом наша цивилизация может решить проблему перенаселения. Поля, фермы, фруктовые сады и плантации – всё это уже технологии прошлого века. Появились настоящие заводы, которые выпускают еду по точным методам. Здесь свои производственные тайны, которых лучше не знать, иначе можно отбить аппетит раз и навсегда. Вот одна из таких фабрик. С помощью краски находчивые китайские рабочие превращают дешёвый лук в красный краснодарский. Редиску и баклажаны пропитывают специальным составом. Они через пару месяцев будут выглядеть так, как, словно, только что выросли на грядке. Оптом здесь можно купить всё. Китайская пищевая промышленность не только полностью обеспечивает едой миллиардное население страны, но и поставляет продукты на экспорт, и часть из них уходит в Россию. О чём не пишут на упаковках популярных брендов? В чём главный секрет пищевой промышленности, который скрывают транснациональные корпорации? Как с помощью безобидных на первый взгляд продуктов можно стереть с лица земли целые государства? Можно ли сварить кашу из настоящего топора? Уже подделывают куриные яйца и рис. Для чего нужен мясной клей? И какие чудеса он творит с обрезками туши? У них присутствуют следы мяса, всё остальное, заменители. Какие продукты применяли древние славяне для магических ритуалов? Это очень похоже на музыку. Что такое пищевой терроризм? Вам не понравится та докторская колбаса, которую вы ели 20 лет назад? Я Анна Чапман. Раскрой эти тайны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот шаг уже называют революционным. 1 января 2018 года для российской пищевой промышленности началась новая жизнь. Правительство резко ограничило содержание так называемых трансжиров в готовых продуктах. Не более 2% от общей массы. Врачи, диетологи, генетики боролись за эти ограничения больше 30 лет. Трансжиры – это очень большая проблема пищевой безопасности. Если один раз мы съели трансжиры, наверное, ничего с нами не будет. Но если их употреблять ежедневно из года в год, то, естественно, что повышается риск и онкологических заболеваний, и сердечно-сосудистых заболеваний, и многих других. Это маргарин. Формованный кусок трансжира в чистом виде. Проблема в том, что он легко может маскироваться и под сливочное масло, и под кулинарный крем, и под основу для детского печенья. По сути, это продукт оборотень. Откройте ароматизатор сливочного масла. Капните на обычный маргарин, закройте глаза, понюхайте, и вы скажете, господи, это же настоящее деревенское, вологодское сливочное масло. Первые продукты из этой линейки были относительно безвредны. Пытаясь создать по заказу Министерства обороны нечто дешёвое, но по вкусу похожее на масло, французский химик Поль Сабатье открыл возможность превращать жидкие жиры в твёрдые. Признание пришло быстро. Сабатье стал нобелевским лауреатом по химии. Дальше больше. В ход пошли сначала подсолнечное, потом пальмовое масло, а затем и промышленные отходы. Например, масло, которое считается отходом хлопчатобумажного производства. Трансжиры научились делать даже из смазки для пароходных двигателей. Но ради чего? А как завещал нам дедушка Ленин, что нет такого преступления, на которое не пошёл бы капитализм ради 300% прибыли. И они как бы идут. В 50-е годы прошлого века технический прогресс едва не уничтожил традиционную кулинарию. Глазурь, крем, шоколадная паста из трансжиров на вкус и цвет ничем не отличались от пирожных, сделанных по обычным рецептам. Только стоили на порядок дешевле. Это дёшево, это доступно, это вкусно, это привлекательно по всем этим критериям для производителя. Но плохо для организма человека. Принятые в России новые требования к содержанию трансжиров не касаются тех продуктов, которые были выпущены до 1 января 2018 года. Если прямо сейчас убрать из магазинов всё, что противоречит новым правилам, прилавки мгновенно опустеют. Первыми исчезли бы все пирожные, торты, вафли и мороженое в глазури. Следом шоколадные и ореховые пасты. Их особенно любят насыщать новинками современной химии. Под подозрением оказался бы и отдел с глазированными сырками, кексами и кракерами. Невероятно. Но каких-то 20 лет назад в Европе и Америке маргарин рекламировали как диетический продукт. Его даже назначали людям с повышенным содержанием холестерина в крови. Лишь в 21 веке транснациональные корпорации открыли тайну, о которой многие учёные знали ещё много лет назад. Трансжиры могут вызывать неизлечимые заболевания. Трансжиры в развитии раковых заболеваний имеют не последнюю роль. На самом деле, трансжиры есть практически во всех маслах. Но вот загадка. Даже после того, как тайное стало явным, объёмы производства маргарина и трансжиров из промышленных отходов практически не сократились. Эксперты уверены, у глобальных корпораций даже неликвидный товар не пропадает даром. Эта группа продуктов, например, в странах Америки, в некоторых странах Африки и Европы, используется только для бедных категорий населения в силу их дешевизны и доступности. Генетики доказали, перемены в рационе питания способны полностью изменить облик той или иной цивилизации. Трудно поверить, но в еду человек иногда превращает то, что легче всего добыть. Советские химики говорили, скоро мы и котлеты из нефти научимся делать. Настолько быстро росла добыча углеводородов. В 21 веке нефтяники уступили место специалистам по IT-технологиям. Они научились печатать продукты на 3D-принтере. Их не надо выращивать, за ними не надо ухаживать и перерабатывать. Достаточно запустить программу, и урожай готов. Сегодня это последнее слово кулинарной моды. На печать можно вывести пиццу, кукурузные палочки, шоколад, свадебный торт. Мало того, Космическое агентство США разрабатывает специальный принтер, который будет печатать для астронавтов еду прямо на орбите. Можно смоделировать и синтезировать практически всё. Мы можем взять картон, покрасить его вкусовыми добавками, придать ему цвет и вкус любого продукта и в максимально измельчённом виде прожевать. Но будет ли в нём польза? Обычным людям это кажется странным. Употреблять в пищу то, что больше похоже на ожившую компьютерную программу. Чем грозит нашей цивилизации такая еда? Продукты, напечатанные в 3D-принтере, это скорее демонстрация технологии. Почему? Если добавить белок и из белка что-то напечатать, это будет вполне съедобно. Если это приправить ароматизаторами, пищевыми добавками, это будет иметь какой-то вкус. История знает немало примеров, как люди пытались изменить свой рацион. До наших дней дошли единичные рецепты древней кухни. Но и по ним можно судить, на какие отчаянные кулинарные эксперименты были готовы люди пару тысяч лет назад. Только настоящий китаец сможет по достоинству оценить вкус продукта, который протух месяца за три до подачи на стол. Рецепт приготовления столетних яиц был одним из самых охраняемых секретов императорского двора. Чистые яйца без трещин смазывают смесью из чая и извести соли и золы. А затем укладывают в корзину и закапывают в землю на несколько месяцев. В Таиланде до сих пор пользуется большой популярностью микс из жареных муравьев, скорпионов, лягушачьих лапок и личинок шелкопряда. А этот продукт неопытный турист легко может перепутать с обычной шаурмой. Только на шум полномотаны бараньи потрохайкишки. Это блюдо, как оречь, обладает весьма едким запахом, но его называют королем стамбульского фастфуда. Сыр косомарцу, который готовят в Сардинии, смельчакам советуют есть с закрытыми глазами. И не потому, что он ферментирован до стадии гниения. Личинки, которые кишат в этом сыре, могут довольно высоко подпрыгивать. Все это уникальные национальные деликатесы, сродни нашему салу, процесс изготовления которого на Западе описывают так. Свиной жир, который обычно уходит в отходы, засаливают, фаршируют чесноком и перцем, а затем этот полуфабрикат примерно полгода выдерживают в холоде. Предлагать гостям с большой осторожностью. Не правда ли описание выглядит совсем неаппетитно? Разительный контраст с европейскими принципами. Спрятать товар за яркой упаковкой. Что на самом деле за ней скрывается, потребителям лучше не знать. Какую тайную жизнь ведут продукты, прежде чем попасть на прилавок? Несъедобное или съедобное? В современном мире одно легко превращается в другое. Кости и кожа животных, подпорченные овощи, зерно третьего сорта. Ничто не пропадает зря. Пищевики долго шли к безотходному производству. Но к чему привела в итоге эта погоня за прибылью? Сейчас устройства, в которых смешивают ингредиенты колбасы, даже котлами не называют. Это реакторы. Такое название к ним подходит как нельзя лучше. В этих огромных емкостях питательные вещества смешиваются и вступают в реакцию с химическими добавками. Так выглядит рождение продукта, в который попадет лишь микроскопическая доля мяса. В одном из интервью очень известный наш академик, Академия наук, рассказал о том, как при экспертизе было найдено колбасное изделие, назовем его так, в котором находилось всего 5% мяса. Остальные 95% это был заменитель. Эволюция продуктов шла в ногу со временем, хотя эксперты склонны назвать ее деградацией. Весь процесс можно проследить на примере докторской колбасы, рецепт которой утвердил лично нарком Анастас Микоян. В состав колбасы входили только мякоть говядины, свинина высшего сорта, куриные яйца, соль, а из специй кардамон и мускатный орех. В документах Народного комиссариата здравоохранения говорилось, продукт предназначен для лечащего питания больных, здоровье которых подорвано гражданской войной и царским деспотизмом. Именно поэтому колбасу и назвали докторской. Она была предназначена для диетического питания больных и раненых. Но год от года состав продукта менялся к худшему. В 70-е свинину заменили на шпик, яйца на меланж. В конце концов, от знаменитого микояновского продукта осталось одно название. Если сейчас вам дать докторскую колбасу, которую вы ели 20 лет назад, и сейчас, это две большие разницы. Вам не понравится та докторская колбаса, которую вы ели 20 лет назад. Ваши рецепторы работают немножко по-другому. И воспринимать вот этот натуральный продукт, его стало тяжело. Потому что вы привыкли к яркому вкусу, к насыщенному. Теперь в докторской можно найти обрезки шкуры, и мясо вторичной переработки, и красители с консервантами. Трудно поверить, но все эти вещества попадают в продукты на вполне законных основаниях. ГОСТ, государственный стандарт, разрешает использовать достижения современной химии в пищевом производстве. Почему это стало возможным? Чего еще мы не знаем о продуктах, которые попадают к нам на стол? И какое детское питание ни в коем случае нельзя давать детям? Смотрите далее. Мягкие ГОСТы. Чего боятся колбасные короли? Это ограничение производителя, чтобы он уже хоть какое-то мясо положил. Бычок, гладкий бачок. Откуда появляется на свет деликатесный продукт? Их выращивают, их откармливают, их выгуливают. Дело вкуса, как обманывают дегустаторов. Самые высокие оценки получила та колбаса, где вообще не было мяса. На многих покупателей эти четыре буквы оказывают почти магическое действие. ГОСТ. Государственный стандарт. Но что на самом деле означает эта отметка и какие гарантии она дает покупателю? Наивно полагать, что продукты с пометкой ГОСТ на этикетке сильно отличаются по качеству от других. Это всего лишь означает, что они сделаны по государственным стандартам. Но по каким именно? Послевоенным или времен Хрущева? Брежневским или перестроечным? Год от года в составе продуктов, которые попадали на прилавки, происходили незаметные для покупателей, но зато очень выгодные для производителей изменения. Государственные стандарты качества не могли жить отдельно от государства. Как только в стране возникал дефицит той же свинины, недостаток мяса в сосисках или сардельках немедленно дополняли шпиком или жиром. За полвека стандарты качества в России изменились почти до неузнаваемости. Я вам открою маленькую тайну. ГОСТы, которые существовали в советское время, чаще всего очень не похожи на ГОСТы, которые существуют в настоящее время. За долгие годы на собственном опыте покупатели выработали свою систему контроля качества. К примеру, в отношении консервов она работает безупречно. Сколько бы раз слово ГОСТ не было написано на банке, если она примята, брать ее не стоит. Это значит, внутренний защитный слой поврежден и продукт уже вступил в реакцию с металлом. Неплохую диагностику дает и обычная встряска. Рыба, мясо, паштеты, мясные полуфабрикаты не должны свободно гулять по банке. Если при встряхивании продукт бьется о стенки, значит, производитель сильно сэкономил на основной части. Зато консервантов залил от души. Ещё не должны болтаться цыплёнок в собственном соку, язык в желе, мясной печёночный паштет. Не должны болтаться каши, которые упакованы в банки. Но вот загадка. Если государственный стандарт год от года упрощает работу производителя, зачем он вообще нужен? Специалисты говорят, при современном уровне пищевых технологий это единственное, что хоть немного сдерживает фантазию переработчиков сырья. ГОСТ, да, становится более либеральным, мяса становится меньше, есть вопросы к качеству, как оно меняется, но тем не менее это ограничение производителя, чтобы он уже хоть какое-то мясо положил. В советское время одним из дефицитных продуктов были куры. Поэтому к их выбору покупатель подходил особенно щепетильно. Советы того времени актуальны и сейчас. Качественная курица пахнет именно курицей и больше ничем. Для залежавшегося товара есть особая технология обработки хлоркой или марганцовкой. Оба эти вещества не проходят бесследно ни для запаха, ни для цвета тушки. Тушку, срок годности которой уже истёк, может словно бы раздуть изнутри. Если при нажатии на кожицу вмятина на мясе остаётся, с этой птицей кто-то серьёзно поработал. В советские времена покупатели и знать не знали, что такое соевый белок и пальмовое масло. Эти два нехитрых вещества творят настоящие чудеса. Доктор биологических наук Алексей Одинец вместе с коллегами провёл в лаборатории уникальный эксперимент. Мы делали три вида колбасы. Первую колбасу докторскую по рецепту, по-моему, 34-го года. Это как бы известная штука. Потом сделали колбасу, где там примерно процентов 20 было какого-то куриного фарша и ароматизаторы. И сделали колбасу вообще без мяса. Одни, одна соя, усилители вкуса, ароматизаторы, красители. Там просто вот её в руки брать страшно. Удивительно, но дегустаторы, которых не предупредили о сути эксперимента, сделали неожиданный выбор. Традиционный микояновский рецепт, где кроме мяса, яиц и соли с перцем больше ничего нет, не оценил никто. Дегустаторы заявили, что у неё явно химический привкус. По поводу докторской Брежневского застоя мнения разошлись. А самые-самые высокие оценки получил та колбаса, где вообще не было мяса. Специалисты уверены, в наши дни конкуренция на пищевом рынке это на самом деле борьба биохимических лабораторий. Чем ярче и сильнее будет вкусовая добавка, тем больше шансов продать товар. Особые приправы буквально выжигают вкусовые рецепторы человека. Так что со временем натуральные продукты начинают казаться ему слишком пресными. Вкуснее для каждого человека – это что-то своё. Да, сейчас производитель нас пытается унифицировать. Потому что зачем производить товар? Разные, разные, разные. Пусть оно будет всё одного привычного вкуса. Рынок непрерывно растёт. И чтобы удовлетворить спрос, пищевикам уже не хватает скромных запасов натурального мяса. Во времена СССР поставщики прибегали к примитивным хитростям. Замораживали курицу и мясо вместе с водой, чтобы увеличить массу. Современная промышленность творит настоящие чудеса. Сделать из килограмма фарша полтомны мясного полуфабриката. Почему бы и нет? Котлеты из растительных компонентов, пока структура ещё, правда, отличается, она не очень похожа на фарш, но по вкусу, аромату, цвету вы уже не отличите от мясных. Это растительные котлеты из овощных котлеток, овощей и крупы. В них присутствуют следы мяса, всё остальное, заменители, белковые гидролизаты и искусственные, синтетические аналоги вкуса, консистенции и всего прочего. Конечно, польза их для организма, мягко говоря, сомнительна. В сетевых супермаркетах трудно найти продукцию этого небольшого завода. Обработка, разделка, фасовка мяса – все технологические операции подчинены здесь законам тысячелетней давности. Технолог Елена Богатеева говорит, что для этого завода животных откармливают особым образом, как в старину. Никаких посторонних примесей и уж тем более ферментов роста. Чаще всего это используется комплексная корма, которая не имеет каких-то посторонних примесей. Сейчас очень модно добавлять всякие ферменты. И нам все это нельзя. В наши дни скот действительно получает гормоны роста в огромных дозах. Специалисты говорят, это опасно и для животных, и для людей. Вы должны понимать, что гормоны, которые используются для роста животных, одинаково подходят и человеку. Они вступают в конкуренцию с человеческими гормонами и нередко изменяют структуру человеческого тела. Самые аппетитные части туши на фабрике редко пускают на переработку. Они и так найдут своего покупателя. В говядине две дорогие части. Это вырезка и филейный край. Вот из вырезки вы можете сделать биштекс. Бывает просто биштекс, бывает рубленный биштекс. А из филейной части вы можете делать антрикот, отбивные. Отрезки, которые не дотягивают до элитного статуса, уходят в колбасный цех. И здесь у них, в отличие от собратьев на крупных предприятиях, начинается долгий путь к прилавку. Настоящая колбаса из мяса доходит до кондиции не меньше месяца и при этом сильно худеет. Масса готового продукта примерно на треть меньше сырья, которое загружали в сушилку. Качество готовой продукции проверяется спустя 30 дней. У нас был сырой продукт, он весил определенный вес. Потом завешивается уже готовый продукт. И по выходу готового продукта смотрится, созрела колбаса или нет. Технолог признает, такая колбаса, она не просто для состоятельных покупателей. Она, что называется, инолюбителя. Покупатели отвыкли от настоящих продуктов. И теперь в любом мясном изделии они ищут привычную смесь мощнейших усилителей вкуса. Тем более, что и стоит такая ароматизированная продукция на порядок дешевле. Когда мы видим колбасу там за 100 рублей, то, наверное, глупо ожидать, что она будет содержать большое количество мяса или вообще какого-то мяса. Да, на колбасе написано мясной продукт класса А, мясной продукт класса Б, мясной продукт класса С и так далее. А такой сорт мяса любой технолог узнает с первого взгляда. Мраморная говядина. Мечта любителей не очень здоровой, но вкусной пищи. Причем на стейк пойдет только 10% от всей туши. Мясо для элитного блюда срежут со спины. Там оно особенно нежное и сочное. Причем на стейке идет исключительно вырезка от бычков. Та же часть коровы в обжаренном виде называется просто бифштекс. Это определенные бычки. Их выращивают, их откармливают, их выгуливают, нагуливают. Какое-то время они гуляют, потом покой. Как образуется, да, вот эта вот мраморность этого мяса. С мяса срезают весь лишний жир, по возможности освобождают от пленок. Кусок мякоти отделяют так, чтобы повар мог нарезать готовый стейк поперек волокон, чтобы достичь нужной степени прожарки и не потерять характерный нежный вкус мраморной говядины. Цена столь тщательно обработанного полуфабриката начинается обычно от 5000 рублей за килограмм. Но почему в некоторых магазинах заготовка для элитного стейка продается всего за полторы тысячи? А главное, откуда в России внезапно появилось так много мраморной говядины? Да еще в условиях продовольственного эмбарго. Там разные есть технологии. Там вот делают эмульсию жира и такими иголками, это уже в промышленных масштабах делается, кусок мяса сдавливается, впрыскивается. И потом, когда давление снимается, то прожилки становятся не круглыми, а такими вытянутыми. Все дело в специальном мясном клее. С его помощью можно собирать совершенно фантастические комбинации мясных продуктов. Склеивать куски ливера, мяса, жира, чего угодно, так, чтобы внешне они напоминали дорогой продукт. Впервые этот способ был применен еще во времена СССР. Как шутили химики, есть захочешь, еще не такое разработаешь. Мясной клей по-русски желатин. Выборка из костей, хрящей, копытных животных. Самое дешевое сырье, безвредное в использовании желатина, практически безопасно, но обман потребителя. Чего не удалось советским ученым, так это создать жароустойчивый тип желатина. В наше время западные коллеги решили и эту проблему. Теперь мясной конструктор не боится тепловой обработки. Когда вы покупаете ветчину и колбасу, подспудно вы думаете, что это все-таки ветчина. Не ветчина, это сборный продукт, в котором использован мясной клей. Через некоторое время, я думаю, что и мы с вами забудем, как оно выглядит, продукт без мясного клея. Создав при помощи специального клея знакомый узор мраморной говядины, даже самое дешевое мясо можно продавать, как элитный стейк. Это одна из тайн, которую покупателям лучше не знать. Ведь в мясном клее, как выяснили генетики, содержится огромное количество свободных радикалов. Накапливаясь в организме, они оказывают разрушительное воздействие. Мы сейчас сталкиваемся с достаточно большой проблемой бесплодия, которая в том числе зачастую связана с рационом нашего питания. Поскольку те продукты, которые мы получаем, содержат достаточно много свободных радикалов, которые неблагоприятным образом воздействуют на наши, в том числе и половые клетки. Для такой химии маркетологи придумали загадочную формулировку «ароматизатор, идентичный натуральному». Переводу на русский язык она поддается с трудом. Это синтетический ароматизатор, просто состав его приближен к тем компонентам, которые находятся в натуральном виде. Но опять там ряд нюансов. Синтетическая женщина, она не будет такая же, как натуральная. Сейчас практически любой пищевой продукт изрядно сдобрен ароматизаторами или усилителями вкуса. И тут же их неизбежный спутник – стабилизатор. Иначе продукт испортится быстрее, чем его успеют купить. Ароматизаторы всегда используются для увеличения количества продаж. Не секрет, что сначала мы воспринимаем продукт запахом. Производители ароматизаторов уверяют – всё достижимо. Мясной фарш со вкусом персика или рыба с запахом бразильского кофе. Да пожалуйста. Неразумное использование красителей, ароматизаторов вызывает пищевую аллергию. Поэтому у нас постепенно формируется больная нация. Современные химические вещества позволяют таким образом собирать вкусы, что ароматы, запахи, что вы их не отличите от природы. А что, если все эти наполнители и добавки, идентичные натуральным, на самом деле ничем не пахнут? Может быть, яркий вкус продуктов – всего лишь игра нашего воображения? Смотрите далее. На кошках тренируйтесь. Кто выведет производителей на чистую воду? У меня в руках не просто комочек шерсти, а настоящая пушистая лаборатория. Почему головка поддельного сыра выдает себя с головой? Он светится в темноте под ультрафиолетом, как фальшивая денежка. Как еда превращается в оружие массового поражения? Это вызвало огромное количество аллергических заболеваний. Мы решили проверить на кошках, могут ли ароматизаторы пробуждать неудержимый аппетит. Вряд ли пушистые актеры театра Куклачева подвержены влиянию рекламы. Для хвостатых дегустаторов мы ставим две миски. В одной – колбаса вареная, в другой – сырокопченая. В первые секунды все пушистые артисты бегут к мискам со всех лап. Но что это? Принюхавшись, кошки разочарованно уходят. Невероятно, но в густой атмосфере ароматизаторов пушистые гурманы сразу поняли – здесь едой и не пахнет. Миски так и простояли нетронутыми до тех пор, пока кошкам не принесли привычный обед. Как показала практика, обмануть кошку невозможно, потому что у меня в руках не просто комочек шерсти, а настоящая пушистая лаборатория. Так стоит ли употреблять в пищу то, от чего даже кошки нос воротят? Еще один объект для химических экспериментов – сыр. В отличие от мяса, способов приготовления которого великое множество, рецепт сыра не менялся тысячелетиями. В античности был всего один сорт сыра – просто сыр. Люди довольствовались им до раннего средневековья, когда сыроварением стали заниматься в монастырях. Конкуренция подтолкнула монахов к вполне логичному решению – надо что-то менять. В результате каждая обитель увлеченно экспериментировала с заквасками, сроками и температурой выдержки. Так возникла огромная линейка самых причудливых по вкусу сыров. По легенде, сыр горгонзола возник из-за технологического сбоя. В чан, где сгущалось молоко, с потолка постоянно падала плесень. Монахам было лень ремонтировать крышу, а уж тем более вылавливать инородные тела из котла. Это все упало в котел, и там было доварено. Это же итальянцы были бы… Почему у немцам не получилось горгонзола? Потому что немцы в таком случае сливают. Русские 50 на 50 слили были, не слили. Но для итальянцев это не повод выливать молоко. Сыр был доварен, и дальше потом никто ни в чем не признавался. Олег Сирота несколько лет назад бросил престижную работу программиста, уехал в деревню и открыл сыроварню. Для него каждая головка сыра – произведение искусства. И это очень похоже на музыку. Вот в музыке нот в семь, а мелодии – миллионы. Здесь, в сыре, стандартный набор в каждой головке. Это все все знают. Но в комбинациях получается масса вариантов. В этом есть и все чудо сыроделия. Олег показывает, как создают кулинарные чудеса. Эти заготовки могут стать и мягким сыром бри, и дырявым мааздамом, и твердым, как камень, пармезаном. Здесь у нас наш сырный Форт Нокс. Здесь лежит и зреет наш сыр. Это самое настоящее богатство. Здесь лежат и зреют 15 тонн сыра. Путь сыра начинается вот с такой головки. Она сначала не имеет цвета, вкуса и аромата. Сырная заготовка пару дней плавает в специальном бассейне. Это обязательный заплыв, потому что сирота из всех консервантов признают только один – соль. Дальше – следующий этап на пути сыра к магазинным полкам. А вот здесь, здесь небольшой уголок Юга России. Здесь, в Краснодарском красном сухом вине, вымачиваются сыры. Здесь начинается созревание винного сорта сыра. Он вымачивается в вине, а потом попадает на полочку, и там зреет. Сирота не скрывает. Это не уникальные технологии. Они известны с древнейших времен. Главный секрет в том, что вкусный сыр – это ручная работа. На выходе у каждой головки проверяют всё – вкус, цвет плесени, резкость запаха и даже форму и размер дырок. В категории фермерских сыров наши сыры конкурентоспособны. Даже экспорт можем начать. Есть сыры фермерские, так их ещё называют ремесленные, крафтовые, как угодно. Это делают маленькие сыроварди во всём мире. Это вот наши сыры. Средняя цена такого сыра – тысяча рублей за килограмм. Его покупают рестораторы и специализированные магазины. На прилавок супермаркетов попадают совсем другие продукты. Разные социальные слои питаются совершенно по-разному. И, к сожалению, массовый продукт, который на сегодняшний день на прилавках существует, зачастую его качество не соответствует заявляемому критерию. Трудно поверить, но крупные фабрики технический прогресс отбросил назад во времена античности. Здесь опять выпускают один сорт сыра. Просто сыр. А вкус и запах его меняют с помощью ароматизаторов, загустителей и специальных добавок. Доходит до абсурда. У нас научились подделывать плесень. Сначала ты добавил, залил всё подряд консервантами, насыпал всякой дряни, чтобы у тебя выход побольше был. Потом смотришь, тебе жадно, хочется ещё денег. Потом добавили тахлорид, кальций, чтобы кальций увеличить. Они напихали опалевого масла, и у них уже раз там и получилось 300% прибыли. Как понять, есть ли пальмовое масло в сыре, который мы купили к завтраку? Сыродел Олег Сирота поделился с нами простым и надёжным способом. Специально для телеканала РЕН-ТВ мы берём фонарик, в котором просвечиваются деньги фальшивые. И с пальмливым маслом, то есть у фальсификаторов сыра, всё хорошо. И головки снаружи получаются вроде более-менее похожие на сыр. Но одна проблема – он светится в темноте под ультрафиолетом, как фальшивый денежка. Качество и вкус продуктов меняются так же незаметно, как климат на планете. Наши предки вряд ли смогли принять за еду то, что мы сейчас употребляем в пищу. Утрата натурального вкуса – расплата за изобилие продуктов. Они теряют свои вкусовые качества, да, то есть у них становится больше клетчатки, меньше витаминов на массу. Да, что люди хотят? Люди хотят увеличить массу производимого продукта. Да, но при этом, как бы, содержание всех полезных веществ в нём остаётся тем же самым. Потеря вкуса грозит не всем. Современные небожители, олигархи и звёзды шоу-бизнеса предъявляют к продуктам, которые идут на их стол, самые высокие требования. Для современной элиты продукты готовят по специальному заказу. За их производством следят не хуже, чем за выпуском микросхем для оборонной промышленности. Такую еду невозможно купить в открытой продаже. В рейтинге самых требовательных гурманов первое место наверняка могла бы занять певица Мадонна. Она не то, что продукты, даже воду выбирает особую. Гастрольный райдер, список условий певицы, ставит многих продюсеров в тупик. Звезда требует, чтобы ей доставляли воду из особых горных источников, которые каббалисты считают священными. Леди Гага каждый день начинает с чая из горных трав и так называемого эльфийского мёда, собранного на пасеке, которое находится в глубокой пещере недалеко от турецкого города Артвин. Цена такого мёда доходит до 300 тысяч рублей за килограмм. А Патрисия Каас на гастролях даже для своей любимой баллонки отдельно заказывает экологически чистую телятину высшего сорта. Смотрите далее. Звёздная жизнь. Стоит ли завидовать рациону фотомоделей? Мне просто бёдрами эту икру привозили. И как работают полевые кухни? Две холодные закуски, два первых блюда, три мясных порции, три гарнира. Курятина с начинкой. Куда нас чуть не завели ножки Буша. Нам продавали всё то, что не ели цивилизованные люди. Эти люди платят даже не за еду, а за личного повара. Именно он определяет, кто и откуда будет привозить продукты к хозяйскому столу. Фотомодель и певица Алёна Кравец полностью доверяет своему шеф-повару. Хотя иногда и сама не прочь поэкспериментировать на кухне. У меня есть повар дома, и сама я люблю тоже готовить. И даже своих поваров. И сама я пытаюсь произвести это именно дома. То есть что-то попробовав, даже в ресторанах, иногда очень часто расспрашиваю шеф-поваров, как, что они именно готовили. Алёна не ест красное мясо, курицу и дрожжевой хлеб. Чёрную икру употребляет через силу. Просто потому, что полезна для здоровья. Мне просто ведрами эту икру привозили. И у меня, знаете, из-за того, что у меня был низкий якобы гемоглобин, то есть мне этой икры очень нужно было много. И знаете, у меня немножко, честно скажу, отторжение на какое-то время пошло. Многим кулинарные предпочтения Алёны могут показаться странными. Но у героинь глянца особый вкус, а следовать ему дорогое удовольствие. Вот что я люблю, так я люблю устрицы. Ещё я люблю лягушачьи лапки, жареные, без всяких соусов, без всего. Да, немножечко вкус на курочку похож, но в принципе мне это заменяет курочку. Кому-то может показаться, что всё это – капризы присыщенной звезды. Другие, напротив, уверены – попал в высшее общество, соответствуя во всём новым требованиям. Может быть, слава и деньги достаются людям, которые с детства привыкли к правильной пище. Ведь с древнейших времён с едой было связано множество мифов и преданий. Греки обожествляли лавровый лист, египтяне – финики и кокосы. У славян магическим продуктом считалась обычная соль. Соль нужна для колдовских обрядов. Именно так думали древние славяне. С её помощью отгоняли злых духов или, наоборот, наводили порчу. Выражение «насолить» связано с ритуалом, когда колдун проклинал чей-то дом, используя для этого заговорённую соль. Пища может творить чудеса, а может сыграть злую шутку даже с теми, кто в них не верит. Первыми пилотами реактивных истребителей в Индии были представители высшей касты – военные брахманы. По необъяснимой причине советские МИГи под их управлением разбивались один за другим. Секрет необъяснимых авиакатастроф раскрыли врачи. Оказалось, всё дело в питании брахманов. Они не едят мясо, поэтому скорость реакции у них ниже, чем у обычных людей. Разница всего в доле процента, но при сверхзвуковых скоростях она может стать фатальной для пилота. Есть синдром хронического железодефицита, нет транспортеров кислорода. Сколько ни гуляй, кислорода не появится в крови и головном мозге. Поэтому, вероятно, одной из причин мог быть приступ острый циркуляторной гипоксии, который привёл к неконтролируемой потере управления этими транспортными средствами. Специалисты, разрабатывающие военную доктрину, продумывают множество факторов, в том числе и вопрос о продовольственной безопасности. Те изменения, которые происходят в процессе эволюции, они не видны. И наш организм, естественно, будет приспосабливаться к перевариванию тех белков, жиров и углеводов, которые в той форме, которую мы сейчас получаем, для того, чтобы организм будет пытаться защититься от этого. В российской армии реформы затронули не только вооружение или кадровый состав, но и кухню. Я в своё время даже попала ещё в ту систему, когда была бочковая система. То есть на столах выставлялись полностью весь рацион, и военнослужащий питался, сам себе выкладывал. Затем вот потихонечку всё менялось, и перешли вот на раздачу. В российской армии теперь своя продовольственная программа, которая утверждается на самом высоком уровне и продумана до мелочей. Чтобы накормить студентов этого военного института, одного только мяса требуется около полутонны в сутки. Сама столовая, конечно, не ресторан, зато предлагает вполне приличный шведский стол. Четыре ингредиента салат-бара, две холодные закуски, два первых блюда, три мясных порции, три гарнира, два компота, сок четырёх видов. Технологи, инспекторы и командование тщательно следят за тем, что едят солдаты и офицеры. Все прекрасно понимают, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Эксперты говорят, в середине 90-х наша страна была недалека от этого. Определённый набор продуктов может уничтожить целую страну. После распада Советского Союза всем казалось, холодная война закончена. Никто даже не догадывался, что тут же началась другая, тайная война. Сражение крупных корпораций за холодильники россиян, причём под видом гуманитарной помощи. Истинный смысл этой спецоперации стал понятен только сейчас. В 90-е годы Америка организовала поставки дешёвого продовольствия в Россию. Многие до сих пор уверены, что тогда это спасло страну от голода. Стоит задуматься, откуда такая щедрость? Почему американцы десятками тонн завозили в Россию консервы, крупы и сухое молоко? Специалисты говорят, вот где кроется разгадка тайной жизни продуктов, которые идут на наши столы. В фальсификации массовых молочных продуктов участвуют и крупные трансляционные корпорации, которые наплевали на все принципы. Они долгое время убивали наши молочные заводы, из-за них рушились фермы, и они возили сухое молоко из Германии, и пальмовое масло они возили с Малайзии. В конце 20-го века американских фермеров буквально душил кризис перепроизводства. Так и возникла идея продовольственной помощи бывшему глобальному противнику, который переживает трудные времена. Именно тогда в нашу страну хлынул поток замороженных бройлеров. Принцип поставок был тот же, что и во время войны. Бери сейчас, плати потом. О качестве продуктов речь вообще не шла. Вы должны понимать, что нам продавали все то, что не ели цивилизованные люди. То, что они раньше отправляли. Знаете, как в Африке люди голодают. Так называемые ножки Буша едва не растоптали птицеводство в России. Эксперты говорят, это была вполне продуманная политика США. Выпускать свое всегда дороже, чем покупать чужое. Выдерживать конкуренцию с импортными бройлерами не могла ни одна птицефабрика в постсоветской России. Говорят, что заговоров нет, но я абсолютно уверен, что это самый настоящий заговор. Это самый настоящий заговор крупных корпораций, которые душили на сельскохозяйствах. И мы сейчас эти оковы сбрасываем. Остановить этот неудержимый поток импорта удалось только в начале 2000-х. И это едва не стало поводом для торговой войны. Когда Россия резко подняла пошлины на импорт курятины, Госдеп заявил, Америка сделает все возможное, чтобы наша страна никогда не вошла в ВТО. Сегодня по производству мяса птицы Россия уверенно занимает шестое место в мире. В 2017 году 10 самых крупных сельскохозяйственных компаний произвели более 3 миллионов тонн мяса бройлера. Наша страна сама может увеличить экспорт окорочков без ущерба для внутреннего рынка. Значит, план Госдепартамента не сработал? Эксперты говорят, не все так просто. Яйца для инкубаторов и цыплят в нашу страну привозят из-за границы. Если завтра к нам перестанут ввозить эти яйца, то у нас исчезнет и курочка, и уточка с наших прилавков. По сути, вместо ножек Буша наш рынок теперь оккупирован яйцами Буша. И хотя он уже давно ушел в отставку, его план до сих пор работает безупречно. В это трудно поверить, но российские птицефабрики все равно, что автозаводы известных марок на территории нашей страны, где автомобили только собирают. Птичник – тот же конвейер, где заграничную курицу просто откармливают. Многие эксперты называют поставки продовольствия за границы настоящим пищевым терроризмом. Американские куры действительно росли как на дрожжах, точнее на антибиотиках четвертого поколения. Благодаря им птицы становились практически неуязвимыми для инфекций. Зато потребителям дорого обошлась такая медицина. Прокупатели даже не догадывались о химическом составе ножек Буша. Что происходило с курятиной, когда ее жарили или варили, ученые выяснили лишь недавно. Экспериментально было доказано. При тепловой обработке в импортном мясе возникает огромное количество свободных радикалов. Они представляют опасность для человека на генетическом уровне. Влияют на наши клетки, на метаболические механизмы, на процесс репликации ДНК, то есть умножения ДНК. Мало кто знает, что американские курицы получали лекарства, побочные эффекты которых никто не проверял. Препараты были созданы в лабораториях транснациональных фармацевтических корпораций. Эксперты говорят, такую практику можно назвать настоящей диверсией. Это вызвало огромное количество аллергических заболеваний и онкозаболеваний, которые на сегодняшний день мы вынуждены лечить. Это все последствия неправильного питания некачественными продуктами в 90-е годы. Если вместе с пищей человек постоянно получает новейшие антибиотики, вирусы со временем становятся невосприимчивы к лекарствам. В середине 90-х медики обнаружили, что отработанные десятилетиями схемы лечения вдруг перестали действовать. Мало того, появились новые вирусы, с которыми российские медики раньше не сталкивались. Это проблема вообще новых заболеваний, которые никем не описаны и о которых нет никакой информации. Третья проблема – это изменение характера течения уже имеющихся заболеваний, а следовательно, мы не можем их качественно лечить. И, наконец, конечно, это возрастание риска опухолевых заболеваний. Людям, которые выросли во времена ножек Буша и других американских даров, сейчас чуть больше 20 лет. Социологи отмечают, черты этого поколения странным образом совпадают с портретом типичного американца того же возраста. Рост выше среднего, почти не подвержены вредным привычкам, фанаты соцсетей и адепты здорового образа жизни. Но при этом больше половины уже страдают от хронических заболеваний. Как такое возможно? Сейчас выросло целое поколение людей со слабленным здоровьем. Сейчас очень мало, но вот были там независимые исследования. Дети школьного возраста только 5% здоровых. Это же кошмар. 5% только здоровых детей. И вот самая загадочная особенность этого поколения. Исследования показывают, что его представители крайне неохотно вступают в брак. Поразительно, но бройлеры, которых поставляли в Россию во времена 90-х, здоровые птицы крупнее обычных, они быстро растут, но не могут размножаться. Не слишком ли много совпадений? И какие еще неизвестные детали тайной жизни еды откроются нам в скором времени? Один человек может прожить без еды довольно долго. Но ни одна страна не проживет без запаса продовольствия ни дня. А это значит, что в наши дни продукты – эффективный инструмент глобального переустройства мира. Сегодня одной тайной стало меньше. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ.